Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, а таковали наши границы во многих местах и подтвергли бомбардировки города Житомир, Симир, Севастополь, Пауля и Брюгия. 22 июня, это было воскресенье, пацан-ва, вся, значит, собиралась на Волгу, и уже, значит, несколько человек, человека, значит, 4-5 уже собралось из ребят. И вдруг, значит, по улице бегут ребятишки там 10-12 лет, значит, и кричат «Война! Война!». В начале, конечно, мы, тем более, так сказать, мальчишки, считали, что война эта быстро закончится, что наша армия очень сильна, мы спели песни. И мы все высыпали во двор, когда услышали по тарелочкам, а тарелочки были в каждом доме, высыпали все во двор взрослые дети. И я хочу сказать, что на лицах было, вот сейчас я просто оцениваю, полное непонимание, недоумение, недоверие и потом только страх. Я вышел в коридор, и окно на каму выходит. Я посмотрел на каму, вот понимаешь, солнечный день, а вот у меня вот это сообщение о войне, мне как бы не можно перевариться, мне кажется, даже не то, что-то на улице изменилось. Мы на танцах были, выходной день был. Передали громко по радио, и стали все по своим местам военные, все кругом, даже в городе везде, с трамвая все прыгают, бегут кругом везде все. Ну, каждый по своим местам бежал. Как раз наша спецшкола играла в футбольный матч с пехотным училищем. И в этот момент объявили, что в 4 часа утра началась Великая Отечественная война. То есть вначале не Великое Отечественная, а просто началась война. А мы на первом этаже жили, и вдруг поднимается шторка у нас, и дядя мой говорит, Павел, вот вы сидите, а война началась. Ну и безусловно, что мы, собравшись на Волку купаться, значит, отложили, какой отложили, мы вообще растерялись. И главное, никто, никто ничего такого не говорит. Вот такой разговор-то идет между... Все до того, что были удивлены, ну и удивлены, потрясены, можно сказать, таким сообщением. И разговоры-то такие нет. Никто не может длинных речей, по-моему. Я не слышал, как же так, да вот что-то вот. А когда приказ будет, а мы со дня на день приказ отстали. Страшно было тогда, когда самолеты начали летать. Когда японский самолет-то пролетел над Владивостоком. Все вдруг увидели, что на небе необыкновенное красное зарево. Такого просто никогда не было. И один пожилой мужчина сказал, война будет очень долгой, очень жестокой и очень кровавой. Все на него набросились с возражениями. Он сказал, вы посмотрите на закат. Посмотрите, какой страшный закат. Это предвестник. Смерть не страшна. Не встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кровати не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. Редактор субтитров А.Семкин